В марте весь мир отмечает День защиты прав потребителей. Только за прошлый год Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии рассмотрел порядка 250 обращений от недовольных покупателей. Но есть одна сфера, которая вызывает у специалистов по защите прав потребителей особое беспокойство. С каждым годом в стране растет процент онлайн-покупок, а вместе с ним и количество недовольных потребителей. Российские покупатели возвращают 30% всех заказанных онлайн-товаров. В то время как в обычных магазинах этот показатель едва достигает 9%. Надежда Александровна, подскажите, пожалуйста, правила продажи товаров дистанционным образом, в том числе через интернет, предусматривают возможность возврата товара продавцу? Хороший вопрос и очень актуальный, между прочим. В законе о защите прав потребителей я всегда говорила, очень хороший закон, очень доброжелательный к потребителям. Вот есть статья 26.1. Дистанционный способ продажи товаров. Дело в том, что сейчас даже выразится, не знаю как, все обожают этот интернет и заказывают товар. Дело в том, что да, вы имеете право, если товар некачественный. Вы имеете право вернуть товар в течение 7 дней. Но мне бы хотелось предостеречь. Здесь также хорошо написано в отношении того, с кем нужно заключать договор. Когда мы заходим в магазин, мы защищены чем территорией? Магазином. Тем, что магазин – это публичная оферта, направленная неограниченному кругу потребителя. А в данном случае интернет – это что? Это человек или не человек, который находится очень далеко. Поэтому, прежде чем заключить с ним договор, я бы хотела сказать, вы должны удостовериться, что он добропорядочный, что он законопослушный. И что только в том случае перечислять денежные средства можно, если он вам предоставил номинование товара, внешний вид его. Вы должны знать, кому вы отдаете деньги. Прежде всего, узнайте. Если сдается информация о товаре, вы должны посмотреть, есть ли адрес юридический. Проверьте ННН, наименование товара, его реквизиты, расчетный счет, телефон, адрес. Только тогда перечисляйте денежные средства. Очень много было у нас потребителей, когда приходили и говорили, не того цвета кроссовки, не тот товар. Бывают люди возвращают, как мы им рекомендуем, но больше они об этом продавцы не видят, не слышат и денег тоже не видят. О том, как защитить свои права, если вы столкнулись с недобросовестным продавцом или приобрели некачественный товар, нам рассказала пресс-секретарь Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской республике Елена Покровская. Каждый гражданин, каждый потребитель может обратиться в Управление Роспотребнадзора и в консультационный центр, Центр гигиены и эпидемиологии по КЧР за консультацией или же с обращением или, как мы называем, просто с жалобой. Обратиться можно несколькими способами. Прежде всего, по телефону позвонить и вам дадут консультацию, вас направят сразу, что вам нужно делать в первую очередь, чтобы не терять время, чтобы не ходить зря. Обоснована ли ваша жалоба? Что вам нужно? Писать претензию или обращаться с жалобой? Или ваша жалоба не обоснована и вам стоит успокоиться и нарушение ваших прав не происходит? Также можно обратиться, прийти лично. Прийти лично на первом этаже нашего здания Роспотребнадзора. Есть общественная приемная и консультационный центр, Центра гигиены и эпидемиологии. Там сидят специалисты, юристы, которые дадут вам полную консультацию и, кроме того, помогут вам составить грамотно претензию. Дело в том, что сейчас в Роспотребнадзоре ввели претензионный характер обращения. Прежде чем вы пишете жалобу, вы должны предпринять какие-то действия сами в защиту своих прав. Это обычно пишется претензия в письменном виде, которая подается в ту организацию, где произошел факт нарушения ваших прав. Но понять, иногда бывает очень сложно, произошло ли нарушение ваших прав. Для этого, конечно, лучше всего сначала устно проконсультироваться. Ну, кроме того, обратиться за консультацией или же с жалобой в управление можно посредством интернета, как сейчас говорят. Это или на электронную почту жалобу отправить, или же посредством входа на портал оставить там свое сообщение. Но единственное, что я очень хочу, чтобы обратили внимание наши потребители на то, что при подаче заявления таким способом через интернет, через сайт нашего управления, нужно обязательно пройти авторизацию в системе ЕСИА. Жалобы, авторы которых не прошли авторизацию, они не подлежат рассмотрению. Потому что есть такие законы, где говорится, что анонимные жалобы не принимаются. И самое главное, что по таким жалобам мы не можем, даже если они действительно, там идет речь о нарушениях, о важных моментах, которые хотелось бы даже нам поработать, чтобы ликвидировать эти проблемы, мы не можем совершить внеплановую проверку на основании таких жалоб неавторизованных. Эта жалоба не подлежит рассмотрению. Поэтому, чтобы не терять время, сразу пройдите эту авторизацию. Она не занимает много времени, там поступенчато вам предложат ввести свою информацию, и стоит это сделать. Понятно, что законов, конечно, очень много. И рядовой гражданин, обычный потребитель, не имеющий правового юридического образования, как правило, мало в них разбирается. Вот как действовать человеку, чтобы не попадать в просаг. Ну, прежде всего, конечно, знать, что есть такая служба, как мы, где вам всегда, в любое время могут дать консультацию. По телефонам нашей горячей линии, это бесплатная будет консультация. Обратиться в консультационный центр, в общественное приемное управление. Всегда можно проконсультироваться и понять тогда, что нужно вам делать. Кроме того, в любом торговом предприятии, в любом магазине всегда должна быть информация для потребителей об органе Роспотребнадзора ближайшем с телефонами. То есть даже если у вас на месте, в магазине возникает проблема, что-то, вы чего-то не знаете, чего-то не понимаете, вы всегда можете узнать номер телефона, который там должен быть, позвонить, и вот прям сразу на месте, по горячим следам, получить консультацию и разобраться в вашей проблеме. Если вы проконсультировались, или если вы наверняка знаете, что ваши права ощемлены, что вам подсунули некачественный товар, сразу нужно обращаться с претензией. Потому что сейчас у нас претензионный характер обращения. То есть изначально потребитель должен попробовать попытаться свою проблему решить самому. Претензия пишется в произвольной форме на руководителя торгового предприятия, где приобретен ваш товар, или же вам оказали, допустим, некачественную услугу. Претензия пишется в двух экземплярах. Один вы отдаете продавцу, менеджеру или предпринимателю, в общем, любому ответственному лицу, кто у вас это ее принимает. На втором образце они обязаны на вашем экземпляре, они должны поставить дату и подпись о том, что претензия принятая. И на протяжении 7-10 дней, в зависимости от характера претензий, торговое объединение или объект, который оказал услугу, они должны ответить в письменном виде потребителю на его претензию. Или же, если она обоснована, они должны ее удовлетворить, или же в письменном виде обосновать ответ отрицательный. Если потребитель не получил удовлетворения по своей претензии, не получил ответа, или же его права нарушены, но его не удовлетворили, его претензию, тогда он может обратиться к нам. Тогда он напишет жалобу, по которой мы возбудим внеплановую проверку или административное расследование, и будем бороться за его права. Кроме того, хочется отметить, что управление Роспотребнадзора имеет такие полномочия, как представлять потребителей в суде. То есть мы можем даже помочь с исковым заявлением, оформить исковое заявление и представлять потребителя в суде. И в том числе управление имеет право давать заключение по вопросам защиты прав потребителя в суде. То есть если потребитель обратился в суд самостоятельно с исковым заявлением, Наше управление дает заключение по этому вопросу и нужно сказать, что по большей части заключений, которые мы давали в прошлом году, по подавляющему большинству судебные дела потребителями были выиграны.